Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Сегодня с вами Владимир Добров, и я хочу показать вам основные интересные моменты первых двух партий матча на первенство мира среди действующего чемпиона Магнуса Карлсона и претендента Фабиана Кроуэна. Уже первая партия дала немало пищи для размышлений, так как большинство критиков, экспертов занимали разные позиции, и мы не будем долго останавливаться на дебюте, а перейдем непосредственно к делу, так как мы в нем ограничены, мы будем смотреть на основные критические моменты этой партии. Начнем мы с первой партии. Уже первая партия, особенно первый ход от чемпиона, а именно ход С5, который привел к сицилианской защите, безусловно, являлся сюрпризом для многих, и наверняка многие уже захлопали в ладоши, а кто-то, может быть, заплакал от счастья, но суть не в этом, а суть в том, что было дальше. Итак, конь Ф3, конь С6. Полагаю, что этим ходом чемпион предполагал в случае основного движения наверняка пойти в челябинский вариант, но это лишь мое предположение, вполне возможно и другие дебюты, как мы понимаем, но это останется загадкой, а может быть мы увидим это в ближайших партиях. Но сейчас мы говорим о другом, так как Круана не сыграл принципиальный ход Д4 и сделал этот ход, а сыграл более аккуратный, более спокойный слон Б5. Ну, Магнус здесь ничего не придумывал, то есть играл по основным своим законам, делай простой ход и все будет хорошо. То есть, G6, одно из главных продолжений, хорошая репутация у этого хода и, в принципе, стандартная игра. DC. BC ведет к более сложным играм, можно посмотреть партии, к примеру, Бориса Гельфанда на эту тему. Ну, и вот такая вот стандартная игра, пока сейчас мы не будем, говоря, останавливаться на подробностях, сказано уже было немало. И в этой ситуации Магнус делает достаточно нечастый ход, ход конь Д7, порога популярности, судя мегабазе. Но, тем не менее, достаточно идеи, то есть хочет установить контроль над полем Д4, ходом Е5. И затем, может быть, даже до рокировки осуществить маневр конь Ф8, конь Е6 или еще какой-либо. Итак, слон Е3, Е5, рокировка Б6. Черные подготавливают перевод коня, то есть сейчас при случае, если белые будут очень долго думать, черные сразу же отправят коня на Е6. Даже до рокировки. И, соответственно, Фабиано подготовил ход F4, ход конь H2 является классическим для короткой рокировки. Также у белых, я забыл сказать, существуют планы с длинной рокировкой, что считается более агрессивным продолжением. Но я полагаю, что для первой партии матча на первостом мира это, наверное, было бы чересчур серьезной роскошью. После коня H2, конь F8, F4, вскрытия диагонали, ладья бьет F4. Произошла достаточно интересная позиция, в которой Магнус применил достаточно простой и в то же время очень логичный слон Е6. С переходом этой позиции мы получили партию из китайской лиги, я так понимаю, которая продолжалась немножко по-другому. Черные здесь играли конь D7 вместо хода, который сделал Магнус. И получили достаточно тоже хорошую игру. Ван Хао играл с черными, и Гуук Сиабин, по-моему, играл белым. Но это уже история, нас она не интересует. В этой партии творилась новая история. Черные сыграли G5, таким образом ограничивая всевозможные движения на королевском фланге, связанные с пешкой H6. И в то же время подготавливая поле G6 или поле Е5, то есть устанавливая контроль над черными полями. И, по сути дела, у белых здесь с планами оказались некоторые проблемы. Потому как Фабиано сыграл Адей Ф1, и после Ферзь Д6 мы видим, что черные как раз-таки держат под контролем все эти поля центральные. В частности, это поле Е5, Д4. И подготавливают достаточно простой план с длинной рокировкой. Что же взамен? Что же имеют белые взамен? Взамен белые имеют определенное давление по линии Ф. Есть определенное поле Ф5, которое, безусловно, является компрометирующим после хода G5. И, соответственно, имеет, правда, белые непонятную фигуру на H2. Но фигура сразу же пошла вперед. То есть, и после длинной рокировки случился, по сути дела, критический момент в партии. Хотя, назвать критическим, я, наверное, его сложно сказать. Можно ли его назвать критическим? Скорее, да. Потому как в этой ситуации каруана просто-напросто поплыл. И основная проблема была в том, что он сыграл здесь конь F6. То есть, вместо напрашивающегося у хода Е5, ход, который, наверное, правильно на уровне профессионалов, ход практически единственный в позиции, если мы хотим продолжать игру, после слона Е5, были варианты, скажем, конь Е4, значит, ферзь C7, допустим, и, например, такое вот продолжение борьбы. Но это слишком сложно для простого смертного человека. Тем не менее, возможно. Ну, здесь сложная борьба, то есть, объективная инициатива непонятно у кого. Ну, в общем-то, это была такая достаточно интересная игра. Также были возможности еще дополнительных включения в ходов А4 и А5. Но это уже прошлое, как говорится, предание старины. Последний уход конь F6, и после достаточно логичного хода конь D7, выяснил, что конь на F6 стоит просто безобразно, а в случае размена на D7, ну, черные могут спокойно его просто взять, причем как ладьей, так даже и ферзем, и затем, установив контроль над полем Е5, спокойно готовить возможное продвижение на королевском фланге. С учетом того, что у них два слона, то есть ситуация для белых, возможно, уже быть критической. Так как фигуры ограничены, и движение в центре невозможно, по сути дела, это тяжелейшая позиция уже. Ну, что же можно сказать? Безусловно, такой сценарий, полагаю, должен был быть предусмотрен, когда ты играешь, скажем, такие варианты, типа слон B5, то есть вся игра была, носила форсированный характер, и очевидно, что именно в этой партии команда Магнуса была сильнее и выше. Тем не менее, последовал конь F6, конь D7, и здесь, по сути дела, Коруана уже понял, что дела его плохи, и решил уплотняться. Конь H5, слон Е5, G4, это единственные ходы, особенно G4, я имею в виду, в этой ситуации. И дальше последовал еще один важный момент, F6. Также был интересный ход ладе G8, но F6 оказался еще сильнее. Основная идея в том, что белые, если захотят этого коня, который на H5 стоит совершенно безобразно, активировать, активизировать, попасть на F5, то черные мгновенно играют H5 и вскрывают игру, и линия H открывается, позиция становится тяжелейшей. Просто-напросто белые здесь ничего не успевают. Ну и здесь, в этой ситуации, белые решили сыграть B3, и последовал, пожалуй, ход, который сейчас вы увидите. Белые сейчас сыграли конь D1, и Мардус всем комментаторам на зло, так сказать, того, как все умничали, как же здесь лучше пойти, размышляли над ходом ладе G8, подготавливающего логичное взятие и проведение G4, подготавливая таким образом тоже некоторые плацдармы для дальнейших действий, увидели ход конь F8, который потряс воображение, то есть многие из людей просто даже не поняли, в чем же смысл, и что же будет на достаточно логичное взятие. Подумали, может быть, он просто зевнул. Но копь, безусловно, оказался гениальным, хотя, конечно, в нем не было никакой необходимости. Тем не менее, так было сыграно. И после конь E6, именно в этом была идея черных, то есть установить контроль над полем F4, и затем провести F5. H5, прошу прощения. Выяснилось, что здесь пешка не имеет особого значения. Конь на F6 далек от игры. Был какой-то ход конь D7 здесь сложный, и после слона F4 вернуться на F6. Но это уже крайне непростые решения, и поверить, что конь на F6 стоит хорошо, отрезанным от основного лагеря белых практически невозможно. С другой стороны, от черных тоже требуется внимательность, так как в какой-то момент белые могут даже пожертвовать здесь качеству. И с учетом двух коней, и уже двух пеших за качество, они получат шикарную компенсацию, может быть, даже и возможность на перехват. Так, ну, это сложные материи, опять-таки мы о них не говорим. Последовал, значит, вариант после конь E6, последовал ход конь H5, и после форсированного взятия GH конь F4 возникла следующая критическая позиция, в которой, по мнению многих, белые должны были отдавать качество и, в общем-то, спасать вот эту тут эндшпиль. Причем, в принципе, если менять ферзей, то у белых вообще никаких, наверное, проблем нет. Можно поставить коня как на F5, так и на G4. Это, в принципе, дело простое. Но я полагаю, что черные пытались бы сохранить ферзей. Может быть, какие-то варианты с видами на эндшпиль, хотя эндшпиль может быть непростым далеко. Ну, например, я не знаю, король D7, король F2, ну и как-то ферзь E5. Ну, опять-таки, все у белых крепко, потому как, если черные побегут за пешкой А, потеряется пешка Аш, и вот эта пешка на H5 с поддержкой ладей и коня могут оказаться даже сильнее. Но мы сейчас об этом не будем. Идем дальше. То есть, это уже осталось за кадром. Последовал ход ладей G2. И после ладей G8 белые ушли в глухую оборону. Ферзь E2. И вот эта проблема, основная пешка H5, на которой, в общем-то, и держалась игра белых. То есть, у них была задача заблокировать, перевести коня через F2 на G4. Может быть, если получится еще куда-либо и смотреть, как говорится, в будущее с определенным оптимизмом. Не было суждено этой задачи сбыться, потому как последовал форсированный вариант. Конь G4 и важный ход Ферзь E8. И выясняется, что теряется пешка H5. И поле G4, на котором располагается хороший достаточно конь, оказывается уже не таким уж хорошим, так как в дальнейшем H5 будет его оттуда выметать. Последовал Ферзь F3, Ферзь H5, Король F2. Понятное дело, что белые уже здесь трубили, можно сказать, большие проблемы их уже здесь ожидали, так как перспектива развития уже тяжелейшая. Ну и надо бежать с королевского фланга, что, в общем-то, по-человечески понять можно. С учетом еще цветноутов, которым пребывал Кривана, это все смотрится достаточно логично. Но слон C7, король Е2, все это было хорошо. Ферзь G5, чемпион здесь чувствовал большой перевес. И, пожалуй, здесь уже можно констатировать, что позиция белых тяжелейшая. Остается до победы совсем чуть-чуть. И вот как раз-таки вот этого чуть-чуть, забегая опять-таки вперед, черным и не хватило, как ни странно. Конь H2, H5, еще один классный ход, ограничивающий подвижность коня на H2, ладей F2. И вот здесь, в этой простейшей, пожалуй, позиции, было несколько ходов, которые вели к легкому перевесу. Ну, в смысле, не то, что перевесу, а, наверное, к добиванию. Один из них был ход Ферзь G7. Для чемпиона мира этот маневр более чем простой. То есть Ферзь просто по черным полям проникает в район поля B2 и начинает тревожить пешки на A2 и C2. А если король будет защищать эти пешки, то слон даже может где-то через опять подключиться. И опять-таки возникнут аналогичные проблемы, уже даже связанные с безопасностью королевского ванна. С безопасностью короля. В этом случае, полагая, что Кровану ждало разочарования, с учетом еще нескольких совсем минут на последние четыре хода, позиция становилась реально критической. Но здесь последовали два хода, которые и повлияли, пожалуй, на дальнейшее состояние. Ферзь G1 партию пока еще не выпускает, но конь на H2, который, в общем-то, располагался неудачно, немножко становится поближе к королю и по-человечески, опять-таки, немножко психологически становится чуть легче. И здесь не поздно было вернуться опять-таки на G7 и попасть в район поля B2. То есть этот уже маневр, как говорится, обсудили. Но так не произошло. Произошел ход H4, что очень сильно осудил Каспаров в своем комментарии. Он осудил ход Ферзь G1 и H4. Ну и получилось, что такие неточности, хотя Ферзь G1 сложно сказать неточности, но точно в глаза не бросается. То есть, к примеру, ученики второго разряда за минуту предложили ход Ферзь C5. Ну, Ферзь C5 единственная разница, что допускает контргруз хода Младежа 2. Ну, а так еще, мне кажется, был даже такой ход занимательный. C4, никто не указывал на подобную возможность, но даже вот такая была идея и зайти за пешкой А, и потом пешка А побежала. Это тоже интересный момент, но мы сейчас тоже не будем о нем. Итак, последовало H4, король D2, король B7. Белые должны были здесь играть Е5, это давало шансы. Они сыграли король D2. И после C3, здесь элементарный ход Ладежи 3, который заканчивал бы борьбу, он, пожалуй, можно сказать, что заканчивает. Ну, Карлсон бы сделал в любой совершенно ситуации. Но что же случилось с ним здесь, неизвестно. Такое ощущение, что H5, H4 было именно для Ладежи 3, но в итоге почему-то он передумал и сыграл слон Е5. И позволил белым успеть перестроиться. Конь H2. И вот эта позиция хоть и остается у белых проблемной, но все еще уже перешли на второй контроль, то есть это был 40-й ход. И добавилось время, настроение, то, что он его не добил, естественно, ухудшилось. Слон C3, F4. И после размена ферзей возник такой эншпиль, который, в общем-то, можно оценить как ничейный, что, в общем-то, и было в ближайшие несколько ходов сделано. Ничего здесь такого прям сверхинтересного не происходило. В итоге получился эншпиль 3 на 2, которым, в общем-то, Каруана очень уверенно устоял. Да, там были какие-то еще моменты минимальные, но ничего сложного. И здесь чемпион еще мучил его 60 ходов. 60 ходов. Это чересчур для этой позиции. Итак, мы сейчас переходим к следующей партии. Следующую партию Магнус уже играл белыми. И, безусловно, вторая партия являлась тоже очень серьезной. Прежде всего, это касается белого цвета Магнуса. Было очень интересно, что будет, какое направление, какой вектор внимания будет в этом случае. Но последовало следующее. D4, Кf6, Кf3, D5. C4, E6. Один из самых, наверное, надежных матчевых дебютов. Ферзевый гамбит. И, по сути дела, предложение на каталон. Здесь Магнус мог пойти G3 и перейти в каталонское начало, что является, наверное, самым перспективным дебютом в наше время. Тем не менее, после E6 Магнус предпочел классический ферзевый гамбит, что и было сыграно. Но после C5, что, в общем-то, Магнус Фабиано делает достаточно редко, в отличие от К2-КBD7, последовала достаточно форсированная, опять-таки, линия теоретическая. Ну и здесь Ладья D1. Ну, помимо Ладья D1 существует еще ход Конь D2. B4 хода нет, естественно. И Фабиано ответил Ладья D8, после чего Магнус уже начал думать. Вторая партия прошла под диктовку Фабиано. Здесь мы не будем долго заострять внимание, могу лишь отметить, что Фабиано играл очень быстро, имел определенный перевес по времени. Магнус думал, но так ничего и не додумал. Вот такие вот сложные ситуации были. А6 и после А4 Конь Е7. Опять-таки, мы не будем долго заострять на этом внимание, потому как это все было сыграно со скоростью света, практически, со стороны Фабиано. Конь Ф7 здесь, если я не ошибаюсь. Странная такая жертва, но имеющая смысл. По-моему, шаг теперь. Король Ж8, С4, Конь Б4, Ферзь Е8, я припоминаю какой-то такой вариант, и опять Е5 возникала какая-то равная борьба, ну, какое-то сумасшествие, то есть, опять А6 Е4. Но о нем мы сейчас не будем говорить, потому как эта позиция носит какой-то сказочный характер. Тем не менее, такой вариант был. Значит, но Конь Е5 не последовал, последовал более аккуратный ход слон Ф3, и после разменов уже от белых здесь потребовалась определенная точность, потому как есть разбитые пешки, скажем, неопытный шахматист здесь может иметь проблемы. Но Магнус все видел, и, в общем-то, достаточно легко здесь все подменял, и перешел владейный Эншпиль, который быстро форсировал переход, ну, что без одной, но, в общем-то, достаточно легкая ничья. И вот эти пешки в итоге получился Эншпиль 4 на 3, ну, легкая ничья, особенно на высоком уровне. Вот эти пешки, казалось бы, они слабые, на самом деле, они даже лучше стоят, чем при обычной структуре. Ну, вот, собственно говоря, и прошли вот так вот две партии, которых, на мой взгляд, можно сказать, Фабиан должен быть доволен, так как первую партию он вытащил тяжелую позицию, а вторую, соответственно, легко уравнял черными. Так что психологическое преимущество на стороне итальянца, итальянца, точнее, уже американца, и будем ждать следующих партий. Матч будет интересным. Увидимся в следующий раз. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.